подготовка к охоте на гуся здесь он гад все время сидит где же сделать нычку тот колодец попробовать там из этого колодца сделать что-нибудь полезное погодка огонь просто вот эта ситуация на 30 марта как раз когда летел и гуси утка и вальчном к не перелетная не местная перелетная а вот это 16 апреля в поле суш все пролетело лучше плохо ехать чем хорошо идти он лужится да может чуть присаживаться вряд ли маленькая конечно хищник сидит вообще шуганем его пошел по щоль гусь ё-моё ну ох педальный стопудово гусь охереть поднял лужица лужица то рабочие мое и пожрать им тут есть и водичка словами какой на хрен квадроцикл пробуем штурмовать брод да ничего не получилось ладно чем приятен этот аппарат легкий вытащил и погнал дальше погнал это сильно сказано да все-таки квадроцикл здесь проехал чтобы я явно нет фух ищем пути обхода вот лужа куда должны прилететь гуси делал делал шалаш а делал то не там вот она самое место болен орешь сюда они пролетят по любому потому что уж вообще осталось минимум похоже шалаш я делал зря тут такое место шикарное вот он гусь поднялся здесь есть канала такая где заныкать наверное с утра здесь сетку натянул блин надо было здесь делать конечно шалаш подсадной посадите утка могла сюда налететь эх блин такая лежанка не знаю гусь увидит ее нет последняя лужа во всех близлежащих полях которые не замерзла вчера здесь сидел гусь в количестве штук 30 с утра у цены ничего не прилетела хорошо пролетали на не сели блин стали каких-то птиц это налетая но тоже не гусь оба и сели бобры мутят свои бобри на идеалам без устали самое блин жизнестойкое существо растения борщевик уже подымается замаскированный конь а гусь здесь был от следы следы пожрал и улетел свежие причем следы свежие и засраны гусем с утра этого не было уже в обед пролетал увидели они или нет хорошо увидели что не стрелял то дурак страсти по гусю с подсадной садимся на поле с надеждой на налет гуся ну и улудка конечно время 4.40 22 апреля мы в шиваше на заднем фоне слышно подсадная с уткой поезду работает хорошо пока все за нас первая ночь за последние 10 дней не мороз ничего не замерзло на улице плюс 3 основная надежда на налет гуся с подсадной селезень ну конечно если прилетит тоже отработаем но у нас имеется вот здесь дырочка и вообще шалаш так устроен что удобнее всего стрелять по гусю в лед будем надеяться он налетит ждем он крякает осадочку дает хороший молодец работает ждем чего нибудь в метрах в семидесяти сидит стая гусей это экстаз и по этой канаве можно подобраться сейчас попробуем а вот у него получится вот они 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 вот это Продолжение следует... Продолжение следует... Вот он, красавчик. Теплый. Вот такой гусик. Смог я к нему подползти. Конечно, надо было больше стрелять, но он один стоял. Это белолобый пятнышки. Голов 20 сидел. Красавец. Ну что, начало выходных положено. Белолобик хороший, крупный. 2.0. Блин, выстрелил, не понял как. Сдвойный выстрел, что ли, получилась какая-то фигня. Конечно, для таких случаев нужна пятизарядка. Такой симпатичный гусяра. Здоровый. Ура, ура, ура. Вот охота на гуся у нас закончилась вот таким успехом. Мысли какие. С учетом дано, что мы находимся в районе Рузы, плотность охотников катастрофическая. Присесть не дают. Большая удача. Правда, поползти пришлось. Но ничего страшного. Гусь садится только на распаханное поле. Вот по моим наблюдениям. Вот в таком поле его нет никаких признаков. Даже если осталось лужице. А вот лужи на распаханном поле, вот там он ожрет и пьет. То есть надо искать вот такие вот места. Обидно, что произошел сдвоенный выстрел. Вот проанализировал, почему так получилось. Вывод прост. Приложиться к прикладу не получилось. Если бы приложился, то они бы меня заметили. И из-за того, что не приложился, выстрел произошел сдвоенный. То есть она отлетела ружьем. Вот. А так, конечно, можно было бы еще одного-двух зацепить. Обидно, конечно, аппетит приходит во время еды. Но охотничье счастье. Вот оно, гусь. Московская область. Ищущий да обрящий. Красота. Вот такое. Сейчас вечером попробуем еще. Посмотрим, что получится. Может еще зацепить. Правда, без профилей. Тупая затея. Но тем не менее, будем пробовать. Все, все, пока. В гуся попали всего два раза. Раз, два. В шею почти и в спину. Все остальное пушка целенькая. Вот так. Тяжелая. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.